Перед началом этого ролика советую вам посмотреть канал Крепак. Ссылочку на этот канал я оставлю в описании. И, давайте, я скажу, что на этом канале. На этом канале вы увидите много развлекательного контента, много обзоров модов, которые, может быть, вам помогут, и очень много текстурпаков и шейдеров. Посмотрите его ролики, поставьте ему лайк, если ему понравились ролики. И давайте до конца года ему набьем 100 подписчиков. Видите, у него сейчас 81 подписчиков. Это мой друг, а мы начинаем. Наверняка вы вбивали в Play Market Биометри Дэш. Если нет, то вы какой-то странный человек. Ну ладно. Но помимо Геометри Дэш есть разные копии. И они настолько ужасные. Вы бы знали. Не будем это бить, а мы начинаем. Поехали. Первая игра у нас это Switch Dash. Шрифт такой же, как и в Геометри Дэш. Выбор уровней тоже, только тут не лево-направо, а сверху-вниз. Первый уровень это нас обучает, как играть. Правым нажатием мы зеленый цвет, а левым нажатием мы красный. И надо смотреть, какие препятствия. Если мы будем красным цветом и наткнемся на препятствие зеленого цвета, то мы умрем. Думаю, это понятно. По геймплею. Все очень плохо. Это просто ужас. Я еле-еле обучение прошел. Switch вообще невозможно пройти. Зачем сделали две кнопки, я не понимаю. Музыка тут странная. Она даже не подходит. Пойти этого с окосом на игру. Автор хотел сработать на этом. И когда мы умираем, мы видим сообщение о смерти. Автор думал, это будет весело. Ну, одно-два сообщения реально весело, а все остальные и скучные. На последнем уровне даже нету совета. Ну, то есть, бэкграунта. Это очень странный уровень. Мы переходим к следующей игре. Про следующую игру я вообще молчу. Это просто полный трэш. Посмотрите, что это такое. Я просто не могу на это смотреть равнодушно. Ребят, это очень странно. Игра не потянет даже свою основную аудиторию. Она уж очень плохая игра. И в ней очень много рекламы. Ребята, даже когда я не умер, у меня все равно показалась вторая реклама. Разработчики вообще там что ли офигели? Ладно, переходим к следующей игре. Следующая игра это Neon Dash. По моему удивлению, эта игра довольно хорошая. И эта игра довольно прикольная в платформе. На Geometry Dash не слишком подходит. Ну да, там нужно перепрыгивать препятствия, чтобы не умеет. И так далее. Играем за кубик и все. Так, игра очень интересная. Фоновая музыка тоже прикольная. Смерти реализованы нормально. И что я скажу? Игра реально хорошая. Я дошел до третьего уровня. И для ролика я перестала играть. Потому что я играла для записи этого видео. Но, честно скажу, игра реально прикольная. Есть отсылки на Марио, фаерболы. И так далее. Также еще есть отсылки на Соника, те самые фаерболы. И я нашел единственный баг. Это когда ты нажимаешь на кнопку вырваться, ты немножко подлетаешь и можешь улететь в конец уровня. Один раз это у меня получилось, но я это уже не записывала. А так игра очень прикольная. Мне нравится то, что тут цвета только зеленый, красный и белый с черным. Так игра прикольная. Можно ходить назад, влево, вверх, прыгать и вырваться. На игре поставлю довольно хорошую отзывку. 7 из 10. Довольно прикольная игра. Ну что, ребят, это было довольно интересно.